Приветствую вас, дорогие зрители канала НашБыт. Совсем недавно как-то один клиент, во время, когда я ремонтировал стиральную машину, высказался, что нужно поставить памятник человеку, который первый изобрел стиральную машину и говорит, мы, мол, без стиральных машин, как без рук. Отчасти он прав, и действительно, сейчас научный прогресс, технический прогресс дает много плюсов. Но, наверное, вы согласитесь, что наряду с этими плюсами есть очень так же много и отрицательных моментов. И эти отрицательные моменты, они могут быть не только в стиральных машинах. Это в тех же автомобилях, которые имеют выхлопные газы, это в микроволновках, которые излучают различные сверхвысокие частоты, это те же мобильные телефоны, это те же компьютеры, это самолеты, это, ну, в общем-то, можете сказать, наверное, сами подумать в это время, что раньше было намного проще, намного легче жить. И это действительно так, но сегодняшний темп жизни, он вынуждает нас находить золотую середину. И что касается стиральных машин, они также, к сожалению, имеют много своих отрицательных моментов, своих проблем, которые очень сильно влияют на здоровье, создают проблемы для человека. Например, когда раньше хозяйка использовала, ну, скажем, 20-30 лет назад были еще машины активаторного, стиральные машины активаторного типа, то они были более доступны, они были открытого типа, хозяйка могла протереть эту стиральную машину, даже если там еще, еще, если осталась там грязь, конечно. Чаще всего все это быстренько уходило. И такие машины были менее вредными. Сегодня стиральные машины, они закрытого типа. И доступ туда для обычного пользователя закрыт. И даже если мастер возьмется за то, чтобы чистить там это, нужно много приложить времени и сил для того, чтобы достать это все, чтобы открыть это, и потом можно трансбоем под напором смыть всю грязь. Ну, что же делать? Конечно же, это можно сделать, скажем, раз в год от силы. И то это дорогое удовольствие. И все равно через годик опять накопится там грязь. Опять те же самые проблемы. Возвращаемся туда же. И так, как цикл такое. Конечно, можно использовать химическим способом чистку. Ну, для этого можно там использовать, некоторые используют там кислоты, уксусную, лимонную кислоту, щелочи. Но это все, к сожалению, влияет негативно на детали стиральной машины. Это может разъедать втулку под сальник. От этого может дубить манжета, резина. От этого может дубить сальник. Это приводит к очень сильным неисправностям стиральной машины. И ремонт обойдется дороже. Конечно, вот избавляясь от таких проблем, мы не избавляемся от проблем со здоровьем. Потому что чаще всего еще люди в стиральной машинах, конечно, используют для стирки, засыпают обычные стиральные порошки. И обычный стиральный порошок, бюджетный порошок, вы, наверное, тоже задумывались, какой порошок купить более бюджетный, по вашим средствам дешевый. А, к сожалению, эти порошки также очень сильно убивают здоровье человека. Вы, наверное, слышали, что в порошках содержатся фосфаты. А содержание фосфатов, оно также влияет. Оно влияет на стиральные машины, в том плане, что они постоянно накапливаются, они не растворяются, они не вымываются. И не только из стиральных машин, они не вымываются из тканей. И в тканях они остаются надолго, следующая стирка опять, опять, и опять, и так они накапливаются, накапливаются. И все это через нашу кожу, через кровь доходит до печени, до почек, влияет на это, на сердце, на голову, ну и так далее. И различного рода заболевания, они как раз связаны с этими скрытыми факторами, о которых мы даже не знали. И, конечно же, вот стиральных порошков очень сильно влияет наше здоровье. Поэтому нужно также к этому относиться очень правильно. Ну, возвращаясь к теме, как же быть с вымыванием грязи, конечно, можно использовать, если есть возможность именно для стирки, использовать чистую, качественную воду. Мягкую воду. Ну, для того, чтобы ее смягчить, некоторые сыпят в стиральный порошок, в моющие средства еще пищевую соду. Мы знаем, что пищевая сода, она для чистки организма человека хороша. Она убивает там грибок, плесень и так далее, кандиду. То также она будет убивать эти же самые организмы, микроорганизмы в стиральной машине. Что касается, например, ленора, ароматизаторов, ополаскивателей, вы, наверное, замечали, что в отсеке для вот этих моющих, для этих ополаскивателей, бальзамов, кондиционеров, ароматизаторов, есть такая черная темная слизь, тяжело вымывается, такая неприятная, и это потом уже не пахнет, а наоборот, и дурно пахнет. И как же вот, знаете, что как она сильно влияет на здоровье человека? В Древнем Израиле, в Моисеевом законе, говорилось о такой плесени, черной плесени, что если она появляется в доме, то нужно сдереть стену до самого камня, если она там дальше, то нужно разрушить, сжечь и так далее. Жить в таком доме невозможно. А мы живем, чаще всего, вот, живем среди такого грибка. Вернее, он живет среди нас. Вот что убивает. И чаще задумываясь о том, как устроены стиральные машины сегодня, как производители стиральных машин даже не, может быть, как будто специально думают над тем, как сделать хуже для человека, как сделать больше пазов в стиральной машине, чтобы там накапливались вот эти грязи, вот эти грибки, плесени и так далее. Или же даже производители бальзамов, ополаскивателей, ароматизаторов, или же производители стиральных порошков, возможно, они как будто бы даже думают над тем, как уничтожить человека. Конечно, может быть, это звучит немного так банально или наоборот агрессивно, но, на самом деле, так оно и есть. Стиральные порошки убивают, потихонечку убивают здоровье человека. Что же делать? Мы, например, выбрали для этого, мы используем, мы продолжаем стирать. Конечно, не стирать, это другая крайность. Это, опять-таки, большая трата времени, если стирать где-то там вручную, а если не стирать в стиральной машине, то, ну, если вообще не стирать, то тоже болезни, тоже проблемы. Поэтому, конечно же, нужно стирать. Стиральная машина нужна для того, чтобы стирать. Однако, можно выбрать хороший, качественный стиральный порошок. Мы выбрали, может быть, опять для некоторых это звучит как реклама, но в рекламе не нуждается только монетный двор. Мы выбрали стиральный порошок Фаберлик. Он не содержит фосфатов, он хорошо растворяется, он в 50 раз лучше растворяется, чем обычные стиральные порошки. Пусть это тает, рель, там, ушастый нянь и так далее, и так далее. И, в общем-то, он биоразлагаемый. Мы пробовали, выливали на зеленую траву, после того, как машина отстирывала, где-то делали это 5 раз, и трава была долгое время зеленая, до самой зимы, вот до сейчас она была зеленая. Так что вот такая вот. Что касается бальзамов-ополаскивателей, то по мере возможности не используйте их. И, как я уже говорил, используйте какие-то там добавки, скажем, ложку пищевой соби. Ну и используя хотя бы, прибегая к таким некоторым мерам, используя качественный стиральный порошок, качественную хорошую воду. Также режим работы очень важен. Ну, грибки, плесени, они боятся температуры выше 40 градусов, потому что до 40 градусов они еще живут. Поэтому не экономьте на электроэнергии, когда есть возможность, используйте температуру 60, 70, 90 градусов. И это даст возможность, то есть убивает микроорганизмы. Так что, применяя эти методы, будьте здоровы, всего вам доброго. Пишите в комментариях, пишите свои представления об этом, о этому вопросу. Будет интересно рассмотреть их. Может быть, у кого-то есть свои домыслы по этому поводу. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok